Приветствую всех! С вами Базилий и канал Фрешлайф 28. И сегодня я отвечу на вопрос моего подписчика. О том, что же можно сделать дома для того, чтобы максимально сохранить мышечную массу при похудении. Поехали! Итак, о чем идет речь? Речь идет о том, что когда мы худеем, мы неизбежно сидим на дефиците калоража. То есть, мы потребляем калорий меньше, чем мы тратим. Это незыблемое условие для того, чтобы похудеть. Без этого мы не похудеем, что бы мы ни делали. Однако, у этого есть оборотная сторона медали. Когда мы худеем, когда мы потребляем калорий меньше, чем мы тратим, вместе с жиром неизбежно уходит какое-то количество мышц. И человек задает вполне резонный вопрос. А что же сделать такого, чтобы минимизировать эти потери? Хотя бы как-то, чтобы в большей степени уходил жир, а не мышцы. Давайте я как раз вот немножечко насчет этого и вас просвещу. Значит, дело в том, что если вы не тренировались до того, как вы начали худеть на протяжении нескольких лет, серьезно, с профицитом калоража на массу, с тяжелыми рабочими весами, особо сильно вам переживать за потерю мышечной массы не стоит. Она у вас, конечно же, чуть-чуть уйдет. Но, скажем так, не настолько критично, насколько это может произойти с человеком, который тренировался несколько лет и серьезно гипертрофировал свои мышечные волокна. Значит, объясняю почему. Дело в том, что закон, по которому у нас будет уходить, то есть, зависимость от дефицита калоража ухода мышечной массы, он нелинейный. То есть, это не означает, что у человека, который весит 100 килограмм мышечной массы сухой, и человек, который весит, допустим, те же 100 килограмм, но мышечной массы гораздо меньше, у него 40% жира, то у него будет мышца уходить столько же. Дело в том, что наша тушка, она не дура. Она понимает, что ей надо держать тот объем мышечной массы, который ей выгоден, который ей нужен для работы, для повседневной жизни. Что это означает? Это означает, что если вы 3 года не тренировались, то есть, ну, бойно, с тяжелыми весами, не ели с профицитом калоража, не стремились набрать вот эту вот мышечную массу, которая вам нужна для того, чтобы усиленно, интенсивно тренироваться, то у вас этой особо сильной гипертрофированной мышечной массы нет. Вся мышечная масса, которой вы обладаете, это мышечная масса, которая нужна вашему телу. Которая нужна для того, чтобы посадить свой стул перед компьютером, дотащить свою пятую точку до маршрутки или до автомобиля, доехать до работы и подняться по лестнице. То есть, вот для этих целей вам нужны мышцы. И для этих целей ваша тушка вам ваши мышцы оставит. Она их не сбросит. Потому что это те мышцы, которыми вы пользуетесь. Они вам нужны для повседневной жизни. То есть, как раз именно поэтому вам переживать по поводу того, что вот вы потеряете все мышцы и не сможете поднести ложку с супом к рту, наверное, не стоит. То есть, тело вам не даст сбросить такое количество мышц, которое приведет к тому, что вы не сможете вести свой образ жизни, к которому вы привыкли. То есть, на самом деле. Значит, совсем другое дело это, если вы спортсмен. Но я так полагаю, что сейчас разговор идет не о спортсменах, которые сушатся, а о обычных людях, которые хотят, в общем-то, сохранить мышечную массу. И очень часто слышат о том, что вот если неправильно питаться есть, то мышечная масса, она уйдет. То есть, полностью она у вас все равно не уйдет. Однако, что же можно сделать дома с точки зрения упражнений, приседаний и так далее, как человек задал вопрос, для того, чтобы минимизировать потери мышечной массы даже в таком объеме. Сейчас я вам расскажу. То есть, на самом деле, основа сохранения мышечных волокон в данном случае это А. Сигнал телу того, что они нам нужны. То есть, грубо говоря, нагрузка на мышечные волокна. И Б. Уровень вашего тестостерона, который надо поддерживать. А исходя из этого, я бы сказал так, что дома оптимально выполнять абсолютно любые упражнения в анаэробном режиме. Значит, что такое анаэробный режим? Да, я знаю, что я всем вам надоел. Но, тем не менее, наш механизм ресинтеза нашей разменной энергетической монеты, ресинтеза дозинтрифосфата, это то, на чем работает наше тело, начиная от простейших движений по манипуляции с руками, вот этой речи и так далее, и кончая мыслительным процессом, все наше тело работает на АТФ, адезинтрифосфате. Так вот, механизм ресинтеза АТФ бывает разный. С учетом использования кислорода, без использования кислорода. Если мы тренируемся, пусть даже дома, в таком режиме, в котором у нас ресинтез АТФ идет, без использования кислорода, так называемый анаэробный режим, то, как правило, это приводит к секреции тестостерона. Достаточно серьезной секреции мужского гормона тестостерона, который поможет вам сохранить мышцы. Что же дома можно сделать для того, чтобы запустить режим анаэробного энергообеспечения мышц? Смотрите, пожалуйста, вот на этот ролик. Это высокоинтенсивный интервальный тренинг. Или, допустим, частный его случай – протокол ТАБАТА. Ссылочки будут, как всегда, в описании внизу, вместе с программами, даже домашними. Так вот, выполняя вот этот самый протокол ТАБАТА, вы можете максимизировать секрецию тестостерона в домашних условиях. То есть, да, разумеется, вы, может быть, на дефиците колоража никогда не нарастите себе огромное количество мышечных волокон, даже той же самой ТАБАТы. Но сохранить те мышечные волокна, которые у вас есть благодаря секреции тестостерона, и запустить механизм жиросжигания в более серьезных масштабах, чем он, предположим, запускается у вас просто от дефицита колоража, при использовании высокоинтенсивного интервального тренинга дома вполне можно и допустимо. Притом, группы упражнений, которые вы выполняете, они не столь суть важны, сколько суть важны, в каком режиме они выполняются. Вы должны их выполнять в режиме анаэробном. Анаэробном, то есть, предельно интенсивном, предельно интенсивном. Так что, вот такой вот краткий ответ на вопрос, что же у нас сделать можно дома для того, чтобы минимизировать потерю мышечной массы. Итак, вкратце еще раз я резюмирую. Первое, не надо особо сильно переживать за потерю мышечной массы, если вы не тренировались несколько лет до этого на объем мышечной, то есть, на мышечную массу с профицитом колора, с серьезными весами. То есть, потому что ваша тушка, она не даст вам сбросить мышцы больше, чем они вам нужны для вашей повседневной жизни, которую вы и так, и так вели. А второе, вы можете увеличить секрецию тестостерона при этом, используя высокоинтенсивный интервальный тренинг в домашних условиях. Это вполне допустимо и вполне реально. Что ж, друзья мои, подписывайтесь на канал. С вами был Базилио и канал Fresh Life 28. Канал о том, как начать и не бросить новую жизнь в понедельник. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok